Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Давайте сегодня поговорим, как поменять работодателя, если вы работаете, например, по визе, либо же по вайфудскому приглашению, либо же, например, на карте временного побыта. Поэтому, если вам это интересно, то продолжите смотреть дальше. Как я говорила вам уже многократно в многих своих роликах, что карта побыта – это пластик, который дает вам разрешение на пребывание на территории Польши легально, и он выдается как от 3 лет, так и до 10 лет. Зависит все от вида жительства, на которое вы подаете документы. Если вы приезжаете к работодателю по биометрическому паспорту, то есть у вас нет рабочей никакой визы, то вы имеете право работать 90 дней на основании освещения. Если же вы хотите работать дальше у этого работодателя, вы имеете право подать документы в течение этих 90 дней на карту временного побыта, либо же взять у него освещение на оставшиеся 90 дней, выехать к себе в страну и сделать рабочую визу. Либо же взять у него, у работодателя, разрешение на работу, то есть за сваление воевудское, и сделать на основании него визу. Если вы приехали к работодателю по биометрическому паспорту, то есть по безвизу, и проработали у него месяц, то вы имеете право поменять работодателя, просто у другого работодателя вы должны получить также новое разрешение на работу, и тогда вы можете работать легально. Нужно не забывать тот факт, что на основании освещения вы имеете право работать 180 дней из 365 и на основании зазволения на працу вы имеете работать от года до 3 лет. Что касается безвизового режима, то вы имеете работать 90 дней, не открывая ни визы никакой и не подаваясь на карту временного побыта. Дальше, если вы приехали на работу, допустим, по освещению и у вас есть полгодовая виза, тогда вы имеете право поменять работодателя, но он вам должен дать новое освещение на работу и вам не обязательно выезжать в свою страну и делать новую визу. То есть, на основании этой визы вы имеете право работать у другого работодателя, но, опять же, повторюсь, с документами легальными. То есть, это не только должен быть договор на работу, это также должно быть разрешение на работу, это может быть освещение. Если у вас так получилось, что вы, например, проработали у одного работодателя 4 месяца и у вас еще есть виза и вы хотите дальше продолжить работать где-то, но только у другого работодателя, то он вам имеет право сделать освещение буквально только на 2 месяца, которых у вас остались. То есть, в сумме у всех работодателей за полгода вы имеете работу не больше 180 дней легально. Если вы, например, проработали уже этих 180 дней и решили подать на карту временного побыта, то следующим документом, на основании которого вы будете работать, это зазволение на праце. Если у вас закончилась виза, вы подали документы на карту временного побыта и вы еще в ожидании самого пластика, этого, ну, самой децидии точнее, то вы имеете право работать на основании зазволения на праце. Если же вы приехали на воевудской визе, то есть годовой визе по зазволению на праце, вы понимаете, что вы не хотите больше у него, у работодателя работать, у другого работодателя вы можете сделать как и освещение, например, так и зазволение на праце. То есть, вы имеете право менять и работать до того периода времени, до которого вам дана сама эта виза. Что же касается, если вы, например, приехали по биометрическому паспорту, либо же по рабочей визе, и у вас все заканчивается, в свои периоды вы подали уже на карту временного побыта и вам, например, сделал работодатель зазволение на праце, вы дальше работаете, да, и потом, когда вы работаете и понимаете, что вам предлагают какую-то лучшую работу и вы хотите поменять работодателя. Так вот, без дополнительных оплат вы имеете право поменять работодателя, даже если ваша карта еще на рассмотрении. До момента децидии вы имеете право бесплатно, можно так сказать, ну, то есть не платив заново, за карту временного побыта, приносить новые документы, и уже эту карту вам будут прикреплять уже к новому работодателю. Все, что вам нужно будет, это написать внесок об изменении места работы, я вам его оставлю в инфобоксе, вы можете открыть, скачать и заполнить его. Дальше вам понадобится новый вид разрешения на работу, то есть это либо освещение, либо зазволение, в зависимости от того, сколько дней вы проработали, ну и также новый трудовой договор. Ну и еще вам нужно будет перезаполнить внесок, то есть за лонжер номер один, который заполняет работодатель для карты временного побыта, второй ваш работодатель тоже должен будет его заполнить, и вы должны будете принести его в ужин по делам иностранцев. Чтобы поменять работодателя в том же городе, в котором вы и работали до этого момента, вы должны обратиться в ужин по делам иностранцев. Если так получается, что вы, например, работали в Гданске, да, и вашу карту еще рассматривают, нету еще децизий, и вам приходит предложение на работу, например, во Вроцлав, тогда своему инспектору пишите заявление о перенесении вашего дела в другой город. То есть все ваше дело, все то, где вы работали, да, будет отправляться во Вроцлав, и уже во Вроцлаве будет рассматриваться ваша карта временного побыта, на которой вы подались, например, в Гданске, да, и чтобы не платить заново 440 злотых. Если же так получилось, что вы уже получили карту временного побыта, и хотите поменять работодателя, то, к сожалению, вы должны будете подавать заново все документы и делать заново оплату. То есть то же самое нужно будет платить за пластик 440 злотых, и плюс еще 50 злотых за саму эту карту выдачу. Поэтому до момента децизии определяйтесь сразу, хотите вы работать у своего работодателя или нет. Так как сейчас децизию выдают очень долго, да, очень многие долго ее ждут, то есть до года это как минимум, то вам нужно задуматься, хотели бы вы дальше работать на этой работе в течение 3 лет, да, на которой вам выдадут карту временного побыта. Если же у вас есть уже изготовленная карта, и вы меняете работодателя, то в течение 15 дней вы должны предупредить ужин по делам иностранцев о том, что вы улеволились с первого места работы, и в течение 30 дней от момента, когда вы предупредили ужин по делам иностранцев, у вас есть 30 дней для того, чтобы найти новую работу. И когда вы уже находите новую работу, вы подгодавливаете новый опять пакет документов и приносите его в ужин по делам иностранцев, и проходит та же процедура, просто заново делаете точно так же и оплаты, и заполняете внески, приносите все документы, страховки, ну то есть все-все-все, как первый раз. Наверное же, у многих сразу задается вопросом, а что будет, если я, например, не сообщу. Дело в том, что когда вы увольняетесь, по сути, должен оповестить ужин по делам иностранцев, как и работодатель, так и работник. Если же работник умалкивает, и работодатель тоже, то тогда, конечно, никто не узнает, что вы там где-то уволились, и работаете на новой работе по старой карте временного побыта. Но если вдруг каким-то образом узнает об этом Вейбута, либо же пройдет проверка к первому работодателю, и выяснится то, что вы не работаете там, то вам грозит штраф от 1000 до 5000, и плюс еще департация со стороны от года до 3 лет. Поэтому прежде чем перейти на вторую работу, подумайте, стоит ли вам так рисковать, лучше все оповестить и сделать по закону. Сколько же раз можно менять работу? На самом деле, закона как такового нету, сколько раз можно его менять, но каждый работник, который работает официально на территории Польши, он регистрируется в определенной базе. И если, например, вы захотите подать на сталый побыт, либо на карту резидента, либо же на гражданство Польши, то эта вся информация будет отражаться в будущем. Потому что будет видно, что вы, например, некомпетентный сотрудник, либо же вы просто миллион раз меняли работу. В худшем варианте, это когда некоторые приезжают сюда по рабочей визе и просто не работают здесь, либо же отдыхают, либо же работают на черную, либо вообще по рабочей польской визе выезжают в другую страну и отдыхают в другой стране. Поэтому, чтобы не было таких проблем, задумывайтесь о своем будущем. Есть категория людей, точнее категория иностранцев, которые не попадают под аннулирование карты временного побыта. Это те, кто имеет карту столового побыту, также это те, кто имеет разрешение на долгосрочное пребывание на территории Евросоюза, но и также супруги польских граждан. Граждане других стран имеют право получить статус безработного. Все, что вам необходимо будет, это обратиться в ужин праце и подать заявление, чтобы вас поставили на учет как безработного. Также нужно соблюдать некоторые критерии для того, чтобы стать на учет как безработный на территории Польши. Это иметь статус беженца. Это иностранцы, граждане, которые имеют вид на жительство на постоянной основе. Это иностранцы, которые имеют разрешение на временное проживание на территории Польши, выданное для профессий с высоким уровнем квалификации. Также это иностранцы, которые имеют разрешение на временное пребывание на территории Польши для научных исследований. Ну и также это иностранцы, которые находятся на территории Польши на карте временного побыта, либо же на визе. Но здесь критерием является таким, что вы должны быть на территории Польши минимум полгода официально работать и платить налоги. Только в том случае, когда вы здесь прожили более 6 месяцев, платили налоги и работали, вы имеете стать на учет как безработным. Если же вы не попадаете ни под один из данных критерий, которые я вам сказала, вы можете зарегистрировать себя как человека, который просто ищет работу. И впоследствии вы будете получать с ужин добраться об разных вакансиях, которые появляются. Для безработных, которые встали на учет, выплачивается пособие. Опять же, пособие будет зависеть от того документа, на основании которого вы находитесь на территории Польши. То есть, это виза, карта временного побыта, карта сэлового побыта, ну и так далее, которые я вам и сказала ранее. С окончанием действия данного документа прекращаются выплаты по пособиям. Карта временного побыта может быть аннулирована, если вы не соблюдаете правила по легальной работе, если вы меняете очень часто работодатели. И если вы, например, получили данную карту, но не находитесь на территории Польши, то есть получили ее и выехали, не платите здесь ни налоги, не работаете, тогда карта может быть аннулирована государственными органами. Есть еще один момент. Не всегда нужно менять полностью карту временного побыта. И бывает так, что если вы работаете у одного и того же работодателя, он просто меняет, например, название своей фирмы, либо какие-то меняются новые данные, касающие той фирмы, где вы работаете. Также, если поменялась у вас должность, перед тем, как подавать на новую карту временного побыта от своего же работодателя, если какие-то произошли изменения, вы должны обратиться в ужин по делам иностранцам, проконсультироваться, стоит ли вам полностью менять, либо же вам просто нужно будет заполнить определенный внесок по изменению данной и донести недостающий документ. И все. В принципе, чаще всего такое тоже бывает. И в итоге не нужно будет платить еще раз 440 злотых, просто вам выдадут новую децизию, а сама карта останется той же. В принципе, это все нюансы, которые я вам хотела рассказать по поводу смены работодателя. Если у вас еще остались вопросы, то задавайте их мне ниже в комментариях. Ну и спасибо, что сегодня были вместе со мной, а с вами увидимся уже совсем скоро в следующих видео. И всем пока-пока!